нет я буду котиком тебя я расцелую и крепко обниму, а мясо с червяками не дам я никому слушай, ты либо сейчас принимаешь мое предложение, либо вы все идете дружно на здравствуйте не знаю покупали я бы вам и за 50 центов бы кусочек продал хочу продождет куплю я куплю а это плохо сплю не переживайте пойду тогда чтобы это не мешать давайте сразу и здесь я вам это давай с тобой разберемся потом смотри хороший мешков утоляет голод лучшим давай давай один кусочек давай я 50 52 цента даю вот это бизнес это я понимаю зато главное честный вот главное че удержи по закону спасибо делать так конечно кушай на здоровье как дела вы делаете завтрак приятного я сейчас тоже я ничего бурбон бесплатно есть жаль сэр жаль а кстати я слышал у вас стаканы украли вчера сколько 2 ох ё-моё вот ты какие гниды кто украл ты хоть знаешь бывшая бармен шарь и какие-то мало это может какие лори это вилсон и память отшибла вчера машина поэтому хочу проблему что ли теперь понятно это кто не сделал полиция капитан да он решил отпустить ой не буду конечно оспаривать никакие решения но надо иногда быть жестче я думаю да какой смысл тем более бармен из салон был в свидетелях у меня отстояло два помощника забором в интересно 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 как он суровно есть закон знаете такую на латыни дуралек седлекс да что я только не знаю вы же вы же постоянно наконец качестве как угорел пять баксов заплатил что что именно так статьи вот отец тоже заплатил даже немножко не по себе нормальный мужик кто заплатил одет что ли одет я всегда знал что любишь скорость на него все жаловались просто и миссис клауд и все а я так как она бывает так как в городе почаще появляться начал в рабочей одежде вошел в этот вкус да у меня вот ты бы даешь во вкус вот рабочая у меня просто рубашки не было сверху вот у меня комбинезон был на полое тело что-то не понравилось да ну и все начали жаловаться несколько людей бы а ладно я вас тут не осуждаю как она говорится офицер и от на службы такой то может быть дружба дружба служба получается вы не дружите с другими полицейскими дружим ну как дружим мы скажем так одна команда а настоящие друзья у вас есть офицер ну не рабочие знаете затрудняюсь ответить ну первый списке я думал мистер породы да нет мысли бы мало общаемся с офицером а так грустно это а мы женщина есть любимая знаете нет вот у деда есть племянница а сколько это ну и все и что значит и все пора вот хороший полицейский хорошая должность священником надо попробовать вот мне 28 а вам питер 23 молодые я говорю 29 скоро будет гену привет молодежь 8 десяток мы идет 71 вот но я думал столько не живут ну как случается случается как жить оно все все около леса сам по себе ко всеми все говорят что мне 40 дают обычно знаете после войны как вообще очень плохо бакенбар это пышная как что в какой вы участвовали в войне я был в ополчении санды не освобождение как раз таки вот за неделю до освобождения меня уволили не знаю не знаю видимо это какие-то там у них махинации связанные с этим победителем выплаты не знаю уже фараде малина нужна 5 центов горсть у меня милыми уже нет центов как будет возьму эту плюетесь офицер я понимаю что вы офицер конечно отлично а ты метки ходе плевках нет а в принципе стрелял но иногда попадаю а иногда нет понятно по людям стрелял нет это хорошо офицер так что расчет парадница с дедом знаете это все зависит от девушки я еще даже не знаком с его внучкой нет законом пересечетесь пересечетесь а дома сейчас сегодня там осталось по хозяйству хлопочек я смотрю вы сводник мистер фарадей да нет просто вы такое вы как сказали что у вас друзей нет вот близких людей нет вот я видел племянницу деда неплохая ты какой неплохая говоришь но я чего чё дед за них кто только не ухлёстывает этот и клинт пытался как и клинт к эти клиник не котел вот я его вроде как отшил офицера ты нет я то что я офицера я бы на вашем месте офицер не отшивал офицер подумайте над этим если что я готов устроить вам это прогулку да никто вас не тронет я буду следить за тем чтобы к вам никто не подъехал что чтобы даже мышки пробежала где-то ты ты это буду котиком хорошо получается тебя рычать ну да захотелось пинка блохастому дать почему-то действительно хорошо повышается то тут еще блохастый ты блохастый о нету отойдет подальше от меня не хочу заразиться если у меня рыжие волосы это не значит что я блохастый почему-то твои рыжие волосы хорошая служба офицер ну да потом грудь ломила прям как будто ударили туда и пропали центы мои мешочек с центами шляпа пропала в остальном вроде нормально сейчас полегче правда не помню ничего но ладно не знаете как там дела то с этим загадочником понять не имею хочу тоже узнать может офицеру надо было спросить у тебя как дела да все хорошо вот поел расчеты после пожара был какой-то это полумертвый ну такой вещь сажи был какой-то это еле ходил надышался просто дыма а мне больше интересно что у нас этой смес лори и а вчера два раза по по башке треснули вроде у нее отшибла память а потом я ударила лошади к ней вновь ой волшебство вот никогда не было и вот опять ну как бы сказала мисс тёрнер клин клином вышибай клинт клином клинт да я был первый я просто жевал дед вы планируете делать как насчет поймать загадочника сегодня хорошая хорошая я бы может быть даже бы не согласился работа пока нужно мне даю привет это лучше просто деньги ну да загадочник это ушел и там какой-то план у вас есть остановились на чем-то не что-то офисе планы искать что дом так была идея приманить его до что-то что-то как-то не пошло вообще по сути если гора не идет в зоне джон идет горе но это если он видит где гора а мы-то не видим эту гору куда же можем идти то ждем ночи получается он же по ночами это делает свои делишки вот где-нибудь по окраинам города расставить бы человечек просто чтобы они неприметно следили поглядывали чего вокруг творится о денег со столько не на не найдет город наверное не видели мою шляпу такая шляпа черная и потертая да ну ладно купите новое а купите новое не все-таки богаты как ты коди сам смотри ухи дождь офицер я хотел узнать насчет заказчика поймали его загадочника еще как я понимаю не поймали но уже уже очень близко мы очень близко к нему вы видели новый плакат там висит можете тоже попробоваться ладно посмотрю нет еще посмотрю человек мошенник ладно хорошо это необычный заказ хорошо а и понятно где он находится или пока не это неизвестно сейчас по еще подойдет сержант он обо всем расскажет мне в дальше я вам уже сообщу ладно так вот загадочек выводе сейчас уже на близко это вы знаете же кто это уже мы конечно знаем кто еще ничего не говорите может быть люди даже знать а все ушел спасибо из брызгова из банды сын луис посмотрите на плакате это же этот загадочник и есть понял хорошо мошенник с награды 30 баксов дэниэл убраин эй молодые люди и коди это он там короче разыскивает какого-то мошенника у брайна судя по плакату толстый нужно доставить его живым и говорят 30 баксов платят за него есть втроем поедем я тебе так скажу вчера по моему до вчера выезжали втроем клинт этот доктор который уилсон шульня и не этот журнут так вот они вернулись все злые бать грустные говорят у них ничего там не получилось какой-то там провал колоссальный хотя вроде целый вы может мы попытаемся можем наверное попытаться конечно втроем какая-то у нас команды конечно я не могу поехать но меня мне капитан полиции запретил куда-либо выезжать из города да понятно а куда ехать то не знали ты не знаешь дед полицейские сказали что придет у них сержант все расскажет они расскажут где и последний раз видели этого у брайна можем с собой попытаться я людей как она говорится издалека чувствую страхах чувствую до мысли вон отлично но я бы спросил что ладно потом услышите я говорю в сторону строй переехали куда конкретно это четко узнать она за полицейские часы расскажут наверно можем что попробовать тогда но даже сша поищу какую-нибудь вида тебя я так люблю картошки и морковки тебе я наварю тебя я раз целую и крепко обниму а мясо с червяками не дам я никому вот такая песенка вот у меня есть как раз поел спасибо тут 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 ну а чё ты знаешь куда ехать примерно понимаю так что тебя в офицер то не рассказал ничего да он ждет с сержант с какого-то полицейском участке может тебе расскажет я пойду сейчас это патроны куплю а ты можешь узнать да пойду туда тоже зайду сейчас подумаем искать что ли но сейчас узнаем у полицейских чё там кто там где то мы поедем конечно хорошо я с тобой не свалился седла нормально дед тихо морган то что с тобой не так ты заболел больной дурак господи давай давай чё ты встал это кентуккизку назвал морганом это у меня племянница настояла чтобы моргана назвали понятно да я особо не стал как говорится сопротивляться а ты чё бегаешь коде ну давай дед есть кто вообще может 5 ну вот как то как то так привет что у меня пара вопросов было касательно вот там на доске объявлений вывешен преступник такой бухлый с усами может какая-то информация есть полезная которая на доску не уместилась все информация просто владеет сержант у нас они этим занимаются по преступникам так он скоро будет сейчас сейчас его прям поищу уточни у него что да как чтобы я тоже владел информации давай сегодня видео плакат вывели ехать что ли за ним я нет я стою в городе охранить порядок не просто нужно в любом случае информация знали это правда ну продолжим маленькую вроде бы как-то себя очень болезненно выглядеть очень болезненно а может его что-то произошло сплю плохо почему плохо спите не знаю оскорбляешь меня что ли меня бурбон должны бесплатно давать они не продавать просто просто потому что вы есть ну да ну то есть ты бы пожалел меня бурбона бесплатно налить смотришь его карманы если из кармана миссис клаут я бы тебе весь бурбон отдал если своего тут подумать кто интересуется чем что я интересуюсь хотел узнать там на доске объявлений лицензия охотника за главами есть нет у меня нет ну тогда и хули спрашиваешь а вы информацию только с лицензии даете да конечно порядника ну да спасибо сэр спасибо ты можешь так заработать хочет старый вот этот вот который развалится по пути или ты маму оба ты меня давай не оскорбляйся ночью я старый гаудалый на тебя подстрелят и там сдохнешь тогда те кто заработать хочет одного выберите кто лицензию будет получать в итоге хочу сейчас бесплатно надеюсь что ли хоть ты хитрый умный нет конечно отработаешь не было а сколько стоит лицензия 50 долларов то есть если мы поймаем мужика за 30 то еще останется 20 срабатывать ну можешь два заказа выполнить 10 сверху получишь если будет два по 30 может быть один будет ё-моё это как-то как будто на смерть мы идем и надо подумать спасибо сыр офицер слушает и либо сейчас принимаешь мое предложение либо вы все идете дружно нахуй потому что я не хожу сюда знаете туда-сюда постоянно у меня и свои дела есть ну давайте мне блять показалось ничего так сейчас насчет того жирного жида вы пришли я тоже запишу все же чтобы знать вот он привет те есть куда записывать да я не против не про тебя я запомню запомнишь может быть и дать чем и куда и что описать но это если дадите туда да листочек пожалуйста и карандаш оперюк о благодарю так соответственно те кто с тобой они лицензии не получают получаешь только ты значит понял понял так так держи плакан для тебя личный насчет это жирного ублюдка она в районе страубори с помощью ложивых свидетелей способствовало задержали виновного человека а до этого обманом заполучил недвижимость собственности семьи вилсон которая находилась это были жители города blackwater ну соответственно за мошенничество вам его надо достать только живым если умрет вы ничего не получите особенности записывай крупное телосложение или просто жирное называй как хочешь большие усы белая рубашка темный костюм и серый котелок с белой полосой в принципе это все на плакате видно да жирный и услышал да 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 котелок с белой полосой и серый пальто серый коричневый темная белая рубашка так как я сейчас он так и струбери да где-то это там отлично хорошо это все да ты дурной какой-то или что нет а лицензию у вас это как на лицензию получи тогда когда соответственно выполнишь заказы все а если меня там это кто-нибудь по пути скажет в ты чё везешь преступника без лицензии твоя проблема а все отличные офицеры хорошо я пошел спасибо 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 вы не пожалеете здрасте сэр и никто не пожалеет да да не сдуй уже что-то я очень сомневаюсь ну что дед мы в деле поехали в стройбери ловить этого козлах мы же не получим нихуя с этого нет ну по пути деньги то получим просто потом буду учесть частично выкупать тебе-то 15 баксов будут у тебя наверное а может быть нет что это если не то ну нахуй не надо как она говорится это без денег то зачем же жизни что рисковать за дом платить надо у меня племяшка там хороший вопрос из того что я понял это вот сейчас вот ты будешь нарабатывать сначала стоимость лицензии свои ну да ну тогда я пошел один давайте куда что один пойдет хочу делать-то столбери до 1 да так найди подельника какого у какого которых уже есть лицензия можешь с этими с клинтом с этими с доктором вот этими пересечи пересекись вот немножко снимает за чего это смотри тот же жирный какой-то мужик еще не сделает о слушай я уверен что у него оружие есть а если у него еще есть и люди у которых и пропала один поедешь поле что я следа строго бери особенно вот если сейчас поедем капитан там на джейка бы напал какой-то урод в салоне лодку вот а так если один поедешь по лесу то она считай это опасно даже считать просто если диких животных брать в расчет один там не отстреляешься от стаи или от медведя я ускочу уже не раз здесь было сделано вот она как сегодня ускакала завтра седла свалился но так и бывает ну да ну посмотрю сейчас поищу кого-нибудь может тут появится мы вот так что ты один лучше не слышать ну ладно а вы не видели и иринор блондинкой в черном в штанах о здорово джейкоб нет не видели ну ладно спасибо или джейкоб нет я не видел о элинор блондинка в черном штанах и здорово поехали в струбери струбери поехали а страубери поехали а чё там поймаем одного жирного мужика а за это платит а много ну не сказали но должно нормально бы да в случае заплатит я да мы что вдвоем едем за преступником задним жирным мужиком мошенником мошенник а что мы уже едем да ну что-то введите по воды а вот хотела прикупить давай 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 смотри у меня два есть тебе один или два один давай один повезло что у меня 24 такая сейчас отлично мы сможем купить нож спасибо спасибо за мясо давайте удачи вам ребятки молодежь и старая главное спасибо вдвоем то она все равно слушай или нора у тебя есть с собой платье этого красное это говорила какой-то до собой переодевайся туши в него лучше не стоит я могу переодеться когда мы этом будем уже там давай ладно давай в том плане что лучше ну не светить этим платьем везде хорошо стройку подъедем к струбере придержишься еще с ним ну помнишь как последний раз я выезжала из города ну мне желательно далеко знаешь ли не это ну и тем более в этом платье и плати может ладно не понял ну ладно ну то что как бы следят за мной пока что сейчас они это может быть они тебе сейчас можно выехать на мой страх и риск может переоденишься в эту в как ее в evergreen а давай а там переоденешься уже в красное вот вон в палатке за и работяги спят не разбудишь а давай на нашем месте там самом квартире блин далековато ну ладно давай как-то так быстро дороге знать надо точнее бездорожье добрый день я мисс evergreen но прекрасный вагрин так сейчас подожди стой 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 вот листовка посмотри как он выглядит жирный серая шляпа с белой полосой темное пальто белая рубашка офигеть слушай он такой толстый возвращай все давай сделаем так надо я думаю нужны вы хитрости вчера говорил этот клинт вчера ездил в авторома три мужика ездили его ловить приехали ни с чем сказать какие-то расстроенные но целые нигде не ранены ничего я считаю нам нужно с хитростью как-то поступить и будешь ну то есть как на как насчет того чтобы ты приедешь туда с целью ну с целью заработать денег вот и посветишься перед ним а может быть он тебе позовет это ну скажет позовет себя и тогда мы все нужно нож нож есть о представляешь его к этому месту еще больше зарежешь останешься без всего но можно попробовать надо нам нужно мне нужного как-то за получается заманить в гостиницу а ты там не знаю где то будешь поджидать да но ты сейчас в прямый прием столбит и передеваешься и ходи вот так просто там спрашивай никто не хочет повеселиться вот это вот все знаешь я думаю и он должен клюнуть ну не всем конечно только богатеем понимаешь это скажешь что зачем а которая с нищими как вот так налево а